Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Талант Валентины Яковлевича Воробьева виден сразу при повороте на улицу, ведущую к его дому. Здесь все говорит о том, что здесь живет человек не только талантливый, но и знающий цену времени. Россия, я думаю, она выживет обязательно через все вот эти страдания, которые сейчас у нас идут. Понимаете, сейчас очень лукавый с нами работает сильно, вот. Но у нас много и художников, и актеров, и певцов, и литераторов, поэтов. Они очень сильные духом, понимаете. Они не то, что любят Россию, они стараются как-то нечисть эту отбросить и показать истинную Россию нашу, которая с любовью только может выжить. Понимаете, потому что, ну как можно построить с ненавистью? Значит, в Ярославле часто бывают конкурсы звонарей. И собираются звонари, и в колокола звонят. И мне один из звонарей сказал, Валя, вот если ты будешь стоять у колокольни и найдешь точку, когда тебе хорошо, вот эта самая точка, она тебе, вот это место тебя и вылечивает со звуком. И мне захотелось, что звук колокола показать крестом, понимаете. Он расходится, и вот звонарь звонит, и вот этот звук идет к нам. Вот эти прозрачности, которые я вставляю в металл, да, для меня это свет. А свет состоит из спектра, вот. И вот чем больше там света, там, значит, есть прозрачный, там есть цвет голубой, там, вот. Тем, если плотный, значит, там черный, темно-синий, все. И вот за счет этого до меня дошло, что нужно делать их полупрозрачными и легкими. Обманка, казалось бы, из металла. Вот у меня есть одна композиция тут, водопад. Вот. Женщина много раз подходит и пытается ее рукой вот так взять. Я говорю, да нельзя. Она говорит, ну они сами тянутся, я не могу. Горбачев выступает за трибуной. Тут его циковские деятели. А здесь депутаты, которые мясо отбивают. Как кузнец может через молотки показать политику. Эти металлические, эти деревянные, морды красные. Вот, это партийность ихняя. Видите, как она идет. Кто-то больше партийной в душе, а кто-то меньше сомневается. Вот. И я везде сделал по-разному. Тут есть один только сахар. Вот он, беленький. Вот некоторые работы мне очень нравятся. Вот паровоз вперед летит, это вообще блестящая вещь. Видели ее, да? А вот этот, который крутится, это же отличная вещь. Вечное движение, он в движении. Единственное, что я хочу, чтобы он о здоровье побольше подумал. Если захотите быть кузнецами, 10 раз подумайте. Сколько ожогов, сколько травм. Заноз вытаскивают, то металлические, то деревянные, то там, не знаю, какие стеклянные. Весь материал, с которым Валентин Яковлевич умеет работать, весь у него побывал в организме. А потом отдышит этим. Ведь какие-то, я не знаю, что за испарения происходят, когда при сварке, при ковке. Чем-то такое не очень-то полезное, по-моему. А, я, кстати говоря, костюм заказал, блин. Она мне спрашивает, костюм куда? К свадьбе, говорю. А какой? Я говорю, не знаю. То есть у меня уже было заказано. Ну, мне он сразу понравился. Он такой был чем-то. Ну, мне нравятся люди неправильные. Ну, как сейчас можно говорить, плохие мальчики. Девочкам нравятся плохие мальчики почему-то. Он выделялся из всех ребят, которые там были. Сразу было видно, что это не москвич. Потому что человек стеснительный был. Но при всем при том, он старался себя как-то выделить среди остальных ребят. Эйнштейн. Да, тут тоже есть такие. Я и часы поставил. Это же теория относительности. Я ее отрабатывал. Думал, как сделать ее. Они заводятся. Здесь есть механизм такой. Вот если везешь, вот ее заводишь. Ой, они тарахтянки. Потом ее ставишь. С 2000 года я начал делать техно-композиции. Они же не просто пришли. Я начал смотреть внимательно. А что делает Запад? Вот эти их мультяшки страшные. Причем они техно там. Вот я отдыхал, ну, я там по болезни в Таиланде. И увидел по-настоящему, как они там в магазине продавали гигантские вот эти техно-артные композиции. Ну, это страшно. Это ужасно. Нельзя зло материализовывать. Вот я понял, что у нас не хватает техно, но только доброго. Ну, пусть люди улыбаются. Потому что вот к моим работам подходит взрослый и ребенок. Они вместе улыбаются. Взрослый видит, что я сделал из каких-то железок это. А ребенку, понятно, композиция. Мне, как жена, часто вспоминаю, говорят, Валя, делай добрыми. Как в ином мире придут к тебе все они, что ты будешь тогда делать? Я говорю, да ты права, надо делать их смешными. Потому что он варится в этом своем, в котле, в этом супчике. И надо, чтобы сторонний человек, как наблюдатель, подошел и свое мнение сказал. Вот он прислушивается. Во-первых, он как мужик хороший. Мужик. Не просто, извините меня, какой-то так человек, который ничего делать не может, только рассуждать. А делает. Вот труд. Вот это вот то, что он смог сделать. Хотя не имеет такого сильного академического образования. Вот это моя неугомонность. Вот это мое любопытство. Вот я стараюсь металл показать абсолютно другим. Но я за свою жизнь ни разу, нигде не отдавал вещи, чтобы их где-то там продали без меня. Я говорю всегда так, вот не знаю, я ревную. Если моя вещь где-то куда-то едет, то я обязательно с ней, как отец должен ехать. Тогда я могу разговаривать с заказчиком. Мне интересно не то, что там его раскрутить, а узнать посылы его. Потому что ведь когда делаешь какое-то произведение, ты обязан, даже обязан спросить, а что вам нравится, что не нравится, какие-то замечания. Это очень важно, кстати говоря. И когда у меня, вот извините, я уже, ну да, уже метр этого металла там, и делаю много вещей, но у меня буквально на той неделе не взяли вещь. Вот не взяли. Я получаю самый высший кайф только тогда, когда я делаю композицию и не думаю о деньгах, понимаете. Душа, она требует не денежной награды, а кайф, который ты подпитываешься кислородом. Когда перестал живописью заниматься, мне захотелось заниматься не сразу металлом, а резьбой по дереву и в то же время упаковочью металл. И вот когда я начинаю дерево вязать с металлом, у меня почему-то какое-то появляется тепло в работах, понимаете. Они более доходчивы к людям. Ведь когда я придумаю композицию, я еще не знаю, из чего я буду делать. Я сначала идея пришла, о, летаю, все, пришла идея, как я буду делать. Я уже не задумываюсь. Начинаю мыслить так, вот тут нужно это взять, это взять, и поехали. Это все так просто и непросто. Если бы он просто работал, допустим, ну, как нормальные люди, 8-часовый рабочий день бы у него был. Пришел человек, чуть-чуть поработал пообеду, потом перерыв, потом перекур. Этого он не знает, этого у него нет. У нас и сын-то младший как раз с него. Вот он не пройдет мимо какой-нибудь лужи, чтобы туда раз так вот не влезть. Я про маленького говорю. Я считаю, что я счастливый человек, как и Валентин Яковлевич тоже. Папа, соответственно. Почему? Потому что ты в любой день, в любое время дня и ночи приходишь в мастерскую и понимаешь, что ты можешь сделать практически все, вообще все, что вот здесь, все выразить в металле. Сам не вмешиваться в творческий процесс? В какой момент разделились? В какой момент ты следовал еще ему, а в какой момент уже сам отдельно пошел? Да практически сразу. Потому что невозможно работать вместе в одном помещении. Ну, во-первых, потому что летят искры во все стороны, вдвоем неудобно. А во-вторых, ну, человек он непростой. Ну, характер у него сложный. Как я начинаю Якова говорить, он все равно по-своему делает. Правильно, это все правильно. Но иногда надо прислушиваться старше. Так, я хотел пойти взять молоток. Потому что без молотка что это все? Сидим, сидим, камча на кухне в Строгино. А я что-то задумался, мешаю, ложка, стакан, мешаю, мешаю. А кружка такая длинная, она скрипит такая, хрустит вообще. Х-х-х-х-х-х, утром. Сижу, сижу, так делаю. И я задумывался, и что-то долго так делал, походу. Папа берет ложку только по лбу мне. Я всю жизнь только и делаю, что сглаживаю все острые углы, которые у нас в семье происходят. Ну, бывает иногда. Я живу, как я хочу. Я сковался в собственную жизнь. Вот у нас есть изречение с ней вместе, очень классное. Когда я ей сказал, говорю, Лик, как здорово я тебя сделал под себя. Вот такую вот интересную женщину. Она говорит, Дорин, это я, говорит, сделала тебя, как мне нужно. Понимаешь, мы оба, не знаю, того, кого ли для себя вот такую вот маленькую, нашу серьезную жизнь. О, вышли из кризиса. Ильича голову поднял, бегал сверху. Ну, почему мы так вот в России вот живем, да? Ну, почему мы в ЦДХ, мы делаем композицию, мы за нее платим. Правильно? Мы же материал покупаем, все такое. Приезжаем, ставим работу за то, что ты поставил. Платишь и платишь. Платишь огромнейшие деньги. В ЦДХ, между прочим, директор, который на Гавайях живет. Понимаете? Чтоб вы знали. Вот. Мы платим огромные деньги выставиться. Купят, не купят, неважно. Почему мы радость продаем? Вот у меня есть две вещи, которые я повторил, поставил, и у меня забрали оригинал. У меня душа плакала. Жалко, ну, за хорошие деньги, куда же денешься? Вот. Я сделал вторую, не попал. Хотя этого мало кто видит, но я-то чувствую. Потому что та делалась в то время с переживаниями, с молитвой. Все вокруг там что-то творилось. Я это впитывал, и оно мне давало эти мысли. Понимаете? Это очень серьезно. Дубль – это просто. А вот первое – это, извините, это как первая женщина. Вот вся наша жизнь, которую я сейчас смотрю, прожитая, мне кажется одним большим счастливым днем. Ну, счастье, оно, никто не знает, что это такое. У каждого оно свое. Вот я иногда думаю, сижу и думаю, ну, когда-нибудь бы мне в жизни хоть встретился такой, как я сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все мои работы пошли к людям, которые радуются. А которые лукавят, те насут зрителя. И Россия – самое лучшее место. Я горжусь, что я родился в России. Боженька, молодец. Так что все. Ну, вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok